Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Алексеевич и сегодня у нас 23 июля 2021 года. В этом видео я попробую ответить на некоторые вопросы подписчиков моего канала. К сожалению, у меня не всегда находится свободное время. И вот у меня вот эти вопросы лежат еще практически с момента открытия моего канала. Все у меня никак не получалось на них ответить. Но сегодня вот у меня выдался часок свободного времени и я попробую это сделать, сколько успею. Остальные вопросы будут отложены на следующий выпуск. Итак, пользователь ютуба Александр Диабло спрашивает, вместе с его пожеланием читаю. Доброго здоровья, Дмитрий Алексеевич. Я читать буду с экрана, поэтому прошу прощения, что я буду вертеть голову. И также еще извиняюсь за то, что когда я на экране открываю какой-то файл, он другим образом подсвечивает мое лицо. Поэтому извиняюсь также и за свет. Доброго здоровья, Дмитрий Алексеевич. Благодарю за очередное видео. Всегда интересно смотреть даже такие длинные ролики. Однако, огорчает то, что вы отвечаете на вопросы, которые достаточно подробно рассмотрены в вашей книге «Интервью с...» Ну, наверное, он имеет в виду разговор с экстремистом. Люди, задающие вам вопросы, не удосужились прочесть ее при том, что она в свободном доступе не имеет 1500 страниц. Ну, в смысле, 100-500 страниц, он хотел сказать. Очень хочется, чтобы вы ответили на вопросы, не входящие в тематику, упомянутые выше книги. И дальше следует его вопрос. Значит, что я тут могу сказать? Дело в том, что действительно не все читали мою книгу. Я не могу требовать, чтобы все ее прочитали. Поэтому, ну, что же я могу поделать? Да, действительно, иногда задают такие вопросы, которые, в общем-то, ответ на которые можно найти в той книге. Ну, я не думаю, что я должен все-таки отказывать отвечать на эти вопросы. Во-первых, как говорится, повторение мать учения. Вещи-то серьезные. Поэтому, почему бы на них не ответить еще раз? Во-вторых, может быть, я отвечу на них другими словами. Или рассмотрю эти вопросы под другим углом зрения. Поэтому я не вижу, в общем-то, в этом ничего плохого. Опять же, повторюсь, что далеко не все читали эту книгу. И даже те, кто ее прочитал, может быть, с первого раза не поняли некоторые моменты и хотели бы их уточнить. Итак, сам вопрос. Дмитрий Алексеевич, хочу узнать ваше мнение о сатирике Михаиле Задорнове, в скобках «земля ему пухом». Как известно, незадолго до смерти он выпустил несколько фильмов и давал закрытые концерты не юмористического характера, а более исследовательского, о славянской культуре, причем славянской с заглавной буквы, истории, этимологии. Знакомы ли вы с его произведениями и что вы об этом думаете? Ну, интересный вопрос. Значит, что я об этом думаю? Начну я с того, что вне всякой связи с конкретно Михаилом Задорновым, к сожалению, после деградации коммунистической идеологии, которая наступила в своей активной фазе, наверное, в 80-х годах, ближе уже к концу 80-х, во время Горбачевской перестройки, незадолго до развала СССР, произошло, скажем, такое явление, которое назовем, наверное, вакуумом, то есть идеологическим вакуумом. А поскольку свято место пусто не бывает, этот вакуум стал немедленно заполняться, потому что идеология не может отсутствовать, она обязана быть. Как только ее нет, место освобождается, и туда начинают проникать самые разнообразные заменители идеологии, которые могут быть как в форме псевдорелигии, так и в форме сектанства. А в тяжелых случаях они могут быть и в виде национализма. Вот что мы наблюдаем в данном конкретном случае. Чтобы не было недопонимания, я прошу понять, что я не сторонник коммунистической идеологии, которая практиковалась в Советском Союзе. Я сторонник коммунизма. То есть я считаю, что люди должны жить при коммунизме, и они должны всеми силами стремиться к тому, чтобы этот коммунизм был построен при их жизни. Не для внуков, не для правнуков, даже не для детей, а для них самих. Но это мое личное убеждение, которое никоим образом не связано с извращенческим толкованием марксизма-ленинизма, который практиковался в Советском Союзе, и который, в общем-то, и привел к его краху. Поэтому прошу понимать меня правильно. Но проблема в том, что если вы решили откинуть одну лживую идеологию, то это совсем не значит, что вы должны тут же безумно кидаться в объятия другой лживой идеологии. Потому что, как известно, правда одна, а лжи может быть сколь угодно много. Помните, вот как эта песня крамольная, которая пелась в фильме «Неуловимые мстители»? Много в поле тропинок, только правда одна. Это, между прочим, библейская истина. Это именно из Библии, где четко и ясно написано, что правда одна, а вот дорог лжи может быть сколько угодно. И все они, кстати, ведут в ад. Тогда как в рай ведет всего лишь одна дорога. Теперь мы возвращаемся к вопросу о Михаиле Задорново. Начну я с того, что в конце 80-х годов в Советском Союзе, к сожалению, начали проявляться очень негативные тенденции, которые были связаны именно с замещением деградировавшей и исчерпавшей себя вот этой вот псевдокоммунистической идеологией, чем-то другим. Значит, где-то, особенно в магометанских местностях, она, естественно, тут же заменилась исламом, так называемым. То есть там, где коммунисты дали слабинку, тут же на их место запрыгнули мулы и принялись грузить народ своим, так называемым, шариатам и прочим бредом. Ну, в России, поскольку магометанское вероисповедание не особо развито, и поэтому так называемый ислам, оно русских мало привлекает, ну, хотя есть, конечно, отдельные экземпляры, там для русских были какие-то другие варианты. Очень многие заболели так называемым православием, то есть кинулись в объятия государственного института, который называется «Русская православная церковь». То есть в того самого института, который делал своих адептов рабами самодержавия еще в царские времена, о чем люди как-то быстро позабыли. Иные бывшие советские граждане кинулись в объятия различных версий новоиндуистских, так назовем их, религий, или возомнили себя буддистами. Вот. Другие ударились в славянское язычество, так называемое. То есть они почему-то решили, что славянское язычество является благородным, и это именно то, что должно заменить коммунистическую идеологию. То есть находились даже такие, которые, ну, будучи крещенными формально, проходили обряд так называемого «раскрещения», при этом имея два-три высших образования, технических еще. Вот. И записывались в благородные славянские язычники. Естественно, само по себе вот это вот благородное славянское язычество, так называемое, оно было замешано, во-первых, на махровом антисемитизме, ну, потому что иначе и быть не может. Потому что ведь христианская религия, которая была на Руси почти тысячу лет, она, естественно, была привнесена на Русь ненавистными жидами, вот. И поэтому возрождение так называемого благородного славянского язычества, оно просто не может не быть напрямую увязано с антисемитизмом. То есть антисемитизм, он просто обязан там быть. Вот. Плюс она, естественно, является националистической теорией. То есть она проповедует исключительность славян или даже русичей так называемых. При этом, что адепты вот этого вот язычества, они вообще позабыли, что такое славяне и что такое русичи, и чем они отличаются друг от друга. Я сейчас постараюсь об этом напомнить. Вот. И что было наиболее печально, что вот эта вот идеология, которая возникла уже незадолго до развала СССР, она проникла даже в такие структуры, как советскую армию. То есть вот мне лично встречались адепты вот этой вот религии еще до развала Советского Союза, которые служили, ну, скажем так, в серьезных организациях, например, в спецназе ГРУ, в спецназе КГБ, вот, в генеральном штабе. Ну, все это были серьезные люди. Некоторые из них были в генеральских чинах, некоторые в полковничьих, некоторые в подполковничьих. И они совершенно на полном серьезе заболели вот этим вот славянскоязыческим бредом, имея при этом по два высших образования. Вот эти вот люди, они на полном серьезе, еще в конце 80-х годов рассматривали весь вот этот вот славянскоязыческий бред как возможную идеологию для возрождения Великой России. Вот до такой степени все было печально. Теперь возвращаемся к Михаилу Задорнову. Как известно, Михаил Задорнов тоже стал, в конце концов, адептом вот этой вот славянской культуры, которая неизменно увязана с так называемым благородным славянским язычеством, вот, и с антисемитизмом, потому что эти вещи неразрывно связаны между собой. Как я к этому отношусь? Я отношусь к этому, естественно, резко отрицательно. Во-первых, потому что я считаю, что все антисемиты, по своей сути, это сторонники рабства египетского. То есть, дело в том, что сам по себе исход из рабовладельческого Египта в землю обетованную, где люди должны были бы зажить в качестве вольных людей и рабов Божьих, это еврейская тема. Соответственно, любой антисемит, он обречен быть рабом египетским, и это никаких иных вариантов нет. То есть, либо ты сторонник исхода и жития в земле обетованной по закону Божию, в качестве вольного человека, как люди жили при феодализме, либо ты антисемит и убежденный раб египетским. И твой удел это быть безоружным рабом, которого охраняет вооруженный мент. Ну и, конечно, еще есть вариант быть беспредельщиком, но мы тут его не рассматриваем. Роль Михаила Задорнова, пользуясь своей популярностью, он просто вводил людей в заблуждение. Ведь проблема простого человека заключается в том, что он склонен слушать любого более или менее, как сейчас говорят, раскрученного, иначе говоря, популярного медийного персонажа. То есть, достаточно быть всего лишь, например, талантливым спортсменом, которого знает вся страна. Или, причем без разницы, что ты боксер при этом с отбитыми мозгами, вот об этом никто не задумывается. Или ты какой-то там бегун, который кроме как бегать вообще ничего не умеет, или какой-нибудь там мастер спорта, заслуженный по фигурному катанию, который кроме как кататься на коньках больше ничего не умеет. Но проблема в том, что вот он является медийной фигурой, и народ почему-то склонен вот этих вот медийных фигур слушать, не задумываясь даже о том, за счет чего именно они получили вот эту вот свою публичность и известность. Так вот, Михаил, я это к чему говорю? То, что получается, что в связи с примитивностью, скажем, своей аудитории, вот эти вот лица, которые получили известность в любом качестве, начиная там от боксера и фигуристки, и кончая юмористом, или каким-нибудь актером, певцом, или даже ходячей вешалкой, они почему-то вот становятся авторитетами. То есть народ почему-то начинает им внимать. А они, соответственно, своей вот этой вот популярностью пользуются для продвижения очень часто не... Я даже не знаю, как это выразиться-то. Идей, которые не соответствуют действительности. Ну, грубо говоря, они просто лгут людям, пользуясь своей популярностью. Вот Михаил Задорнов был один из них. Значит, если мы возьмем его печально известную этимологию, то вот этой вот этимологией Задорнов умудрился загадить мозги огромному количеству лиц, особенно молодого поколения. Вот я очень часто сталкиваюсь... Ну, бывает иногда в интернете возникают дискуссии какие-то. И вот те, кто пытается продвигать различные вот эти вот Задорновские этимологические изыски, но они безумны. То есть вот они до такой степени безумны, что не то что профессиональный лингвист, этимолог, а просто здравомыслящий человек, он должен их высмеять. Но их воспринимают на полном серьезе. Более того, как руководство к действию. Даже вот, если вы видели под моими текущими видео на моем YouTube-канале, в общем-то, очень часто встречаются проявления Задорновской этимологии. То есть, как я к нему отношусь? Естественно, я к нему отношусь как резко отрицательно, потому что это лжец. Это лжец, который попытался продвинуть хотя бы псевдонауку, которую сейчас называют Задорновская этимология или этимология Задорнова. Это если говорить об этимологии. Теперь, о истории. Ну, сказать честно, я ничего не читал из исторических трудов Михаила Задорнова. И надеюсь, что и не буду их никогда читать, потому что мне достаточно того, что я знаком с его этимологией. Я думаю, что историк из него точно такой же, как и этимолог, и его трудами можно просто смело пренебречь. По крайней мере, в моем случае. Я считаю, что я лучше потрачу время на что-нибудь другое. Например, лишнее видео сниму. О славянской культуре в связи с Михаилом Задорновым. Ну, что я могу сказать о славянской культуре? Давайте я вам напомню, кто такие славяне. Славяне – это старинное племя, которое на момент образования Киевской Руси, которое является родоначальником современного государства российского, на тот момент славяне уже перестали, по сути, быть славянами и распались на множество племен и родов. То есть уже не было, на самом деле, никаких славян, а были поляне, древляне, вятичи, родимичи, бодричи, славяне, которые жили в Южной славяне, Западной славяне и так далее. Чехи, опять же. То есть никаких славян, как таковых, не было. Было уже, наверное, двойн... Я даже не знаю, сколько раз они уже к тому времени успели разделиться и перестать быть славянами. То есть они просто имели славянские корни, но славян, как таковых, уже не было. Напомню, что вообще роды, они как образуются? Вот сами славяне, предположительно, являлись потомками человека, которого звали Слав. Ну, судя по названию, оно так получается. То есть очевидно, был какой-то человек, когда-то очень давно, которого звали Слав. И вот его потомки, по его имени, как это часто принято делать, назвались славяне. И какое-то время, может быть, первые несколько колен, может быть, семь колен, как это обычно бывает, они считались славянами. Говорили на каком-то более или менее общем языке. Вполне возможно, что этот язык даже был литературный. Вполне возможно, это был высокий язык, типа современного русского или типа латыни. Не исключено. А потом, эти славяне стали делиться на еще большее количество родов. Вот отсюда возникли все какие-то эти родимичи, то есть вятичи, бодричи и прочие. Ну, вот как вот эти все племена образуются? Вот, например, был человек, которого звали Бодр. Его потомки, отделившиеся племя, стали бодричи. Ну, как Ич. Так же, вот как суффикс, которым мы образуем отчество в наше время. Ну, вот, Ич означает сын. То есть, сыны Бодра, это бодричи. Сыны Вята, вятичи. Сыны Радима, Радимичи. И так далее. И вот на момент образования Киевской Руси разделение славян, очевидно, имело место, наверное, уже как минимум, как минимум на протяжении пяти, а может быть даже шести веков. То есть, не было на самом деле уже никаких славян, а были просто разнообразные славянские племена и роды. Много раз уже переделившиеся между собой, языки которых уже стали очень сильно отличаться. Вот, которые уже заняли какие-то территории, обособились, стали жить своей жизнью. У них уже стали совершенно разные развиваться культурные традиции. Некоторые славяне пошли вслед за германцами. То есть, если кто-то из вас помнит историю классическую, то история эта происходила следующим образом. История заселения Европы. Сначала по Европе прошлись, если мне память не изменяет, кельты. Потом, следом за ним, я имею в виду с востока на запад. Потом, следом за ними прошлись германцы. А следом за германцами двигались славяне. Вот. То есть, когда германцы уходили все дальше на запад в Европе, их места занимали славяне. А потом, на каком-то конкретном этапе, германцы решили двинуться обратно на восток. И возник конфликт между славянами и германцами. И вот те славяне, которые шли вслед за германцами на западе, они в результате вот этого противостояния проиграли. То есть, германцы просто-напросто оккупировали бывшие земли западных славян вместе со славянами. И славяне получились порабощены германцами. И так происходило практически везде. И по итогу получилось так, что вольных славян вообще не осталось. То есть, вот смотрите. Все славяне, которые жили на территории современной Германии, они оказались порабощены германцами. То есть, все вот эти вот там бодричи, померанцы, что там еще, палапцы, лужицкие сербы и так далее. Ну, все вот славяне, кому интересно, можно посмотреть по карте, они в Германии оказались порабощены германцами. Те славяне, которые жили на территории современной Болгарии, оказались порабощены тюрками. То есть, тюрки-кочевники, которые назывались булгарами, они откочевали с Волги, с Поволжи. На территорию современной Болгарии, вот еще во времена хана Аспаруха. И в результате, когда болгары пришли на эти земли, опять же, они оказались завоевателями, а местные славяне оказались побежденными. То есть, их рабами, по своей сути. Хотя Болгария получилась по итогу, она имела славянский язык, потому что славяне все-таки были большинством. Но, тем не менее, название страны, Болгария, она имеет по названию завоевателей, то есть, Болгар. То же самое произошло и в Польше. Значит, в Польше было два четко выраженных народа. Даже не народа, а племени. Значит, первое, это были славяне, то есть, поляки классические, то есть, русоволосые, голубоглазые, которые занимали роль холопов в Польше. И были шляхтичи, которые выполняли роль завоевателей и хозяев Польши. Так вот, шляхтичи, они не были русоволосыми и голубоглазыми. Они были черноволосыми и кареглазыми, потому что они были сарматы по происхождению. То есть, шляхтичи, это сарматы. Вот, получилось, что и в Польше славяне были рабами. Что произошло в Чехии? То же самое. Чехи, это потомки родоначальника по имени Чех, еще одно славянское племя. Они долгое время, на самом деле, были независимыми, но, в конце концов, и они стали рабами, потому что их тоже поработили германцы. И оставались славяне на территории современной Киевской Руси, несколько славянских племен. Чем все это кончилось, все знают из классической истории. Пришли скандинавы, то есть варяги, которые назывались русы. То есть, вот на Руси были племена славянские и финно-угарские, не считая тюркцев. И они все дружны. Если вы помните классическую историю, считается формально, они пригласили, потому что они между собой никак не могли договориться, они пригласили на княжение варяга по имени Рюрик со своей дружиной. Этот варяг по имени Рюрик происходил из племени русов. То есть, племя русов это скандинавское, а не славянское. То есть, это то же самое, германское племя. Вот он прибыл на славянские земли. Сначала в Новгород, потом он своих воевод послал в Киев, если вы помните историю. И кончилось с тем, что постепенно под власть Рюриковичей, то есть варягов, подпала вся современная Киевская Русь огромная. Ну, не вся современная Киевская Русь, а вот то, что называлось Киевской Русью, которая включала в себя все современные европейские и частично азиатские земли России, включая тьму Таракань и земли, примыкающие к Молдавии, а также значительную часть земель, которые сейчас относятся к Польше. То есть вот то, что называется Червоная Русь. Ну и разумеется, вся современная Украина и Белоруссия. Ну то есть вот все, везде, где существует так называемый русский мир и православная церковь, все это раньше принадлежало Киевской Руси. Вот сама по себе Киевская Русь, она не была славянским государством. Странно, что люди этого не понимают. Она Русью была не просто так, а потому что в ней правило племя русов, которое было варяжским племенем, а не славянским. А славяне в этом племени были холопами, ну как и положено, то есть данниками. То есть пришли варяги, прогнали всех остававшихся славянских князей, которые были для них, то есть славянских князей не осталось на Руси после прихода русов. Все князья были уже варяжскими, так же как и бояре почти, все были варягами. Славян, бояр почти не было. Ну были какие-то, может быть, один-два случайно примешавшиеся. И получилось так, что вся вот эта вот Киевская Русь, она состояла так же, как и Польша, так же, как и Болгария, из народа победителей и народа побежденных. То есть к народу победителей относились варяги, то есть варяжские князья и бояре, которые приехали на Русь княжить и собирать налоги, то есть дань. И данников, которых они обложили данью и которые стали вот этими вот русскими впоследствии. Значит, теперь разберемся, какое имеет ко всему этому отношение славяне. А славяне имеют ко всему этому отношение такое, что это просто слабаки, которые вот за последние полторы тысячи лет никого так и не победили. То есть они все бы всегда были побежденными, которых кто-то захватывал и порабощал. Даже на Руси. Как оказалось, что варяги их поработили, если внимательно к этому присмотреться. И поэтому нет ничего удивительного в том, что почти во всех западноевропейских языках, ну вообще в европейских языках, вот если вы возьмете, зайдете в гугл-переводчик, и будете брать один за другим все европейские языки, и будете туда вводить слово славянин и его перевод на тот язык, и слово раб и его перевод на тот язык. И вы увидите, что в огромном количестве, может быть, 70% европейских языков слово славянин и раб это либо одно и то же слово, либо очень близкородственные однокоренные слова. Ну как в английском, например. Вот в английском раб это будет слэйв, а славянин будет слав. Ну практически одно и то же слово. И точно так же в португальском, точно так же в итальянском, точно так же в испанском, точно в любом языке, вот посмотрите, если не верите. И поэтому в самой Российской империи слово славянин, оно было всегда презренным, люди его избегали. Например, зваться русским было почетно, ну потому что русский это по названию племени победителей, то есть по названию русов. А вот зваться славянином всегда было презренно, и поэтому им никто и не звался никогда, потому что все нормальные люди прекрасно понимали, что славяне это язычники, это неверные холопы, то есть это крепостное мужичье, которое живет в деревнях, и которое никакого отношения к христианству не имеет. Потому что те люди, даже те из славян, которые становились христианами, они перестали, переставали звать себя славянами. Но это считалось не очень прилично. И вообще в Российской империи вот этот вот повторный всплеск интереса к славянству, он фактически был просто в результате политического заказа. То есть когда последние российские, нет, не последние, а предпоследние два российских царя, то есть Александр Второй и Александр Третий, да не считая Николая, озаботились отвоеванием у ослабевающей Османской империи ее балканских территорий, ну включая вот Сербию, Болгарию и вот эти, то для обоснования вот этого действия царизму понадобилась какая-то ну какая-то идея и вот в этот момент и было решено первый раз за всю тысячелетнюю историю христианской Руси вспомнить о том, что оказывается русские это славяне язык у них славянский оказывается вот и болгары это тоже оказывается славяне а вовсе не и волжские булгары и не тюрки и сербы это оказывается славяне и вот на этой вот общности славянства и была предпринята попытка оправдать завоевательную политику Российской империи на Балканах прежде всего ну и с прицелом может быть даже и на большее потому что аппетит это у царского режима были большие и они в перспективе могли рассматривать и другие славянские народы которые находились под гнетом на тот момент авторвенгерской империи то есть чехов славянцев и еще некоторых а может быть даже еще и поляков да куча потому что Польша она уже частично входила в состав России на тот момент после ее раздела и могла бы и в большей степени войти в состав России если бы царям удалось бы раскрутить вот эту вот тему панславизма на тот момент но при этом вот этой вот темы панславизма ее поддерживали придерживались в основном так называемые славянофилы в течение которых как раз и возникло вот только в девятнадцатом веке ну и плюс те кто выполнял непосредственно царский заказ на создание вот этой вот псевдоидеологии а обычные люди себя уважающие в российской империи они продолжали презирать славян они продолжали считать славян рабами и считали что это презренный термин недостойный приличного человека и так в принципе продолжалось до самой революции и после революции никогда не прекращалось и вот только почему-то уже ближе к концу советской власти было решено вспомнить о так называемых славянах да еще и не просто так а в контексте славянского язычества и антисемитизма ну вот возвращаясь к моему мнению о Михаиле Задорнове то есть о чем был вопрос вот это все что я о нем думаю то есть я считаю что это человек который воспользовавшись своей популярностью продвигал лженауки в частности свою так называемую этимологию значит вот то что он делал в области продвижения так называемой славянской культуры было ничем иным как продвижением антисемитизма то есть фактически оправдание рабства египетского по своей сути а также антихристианской доктрины а христианская доктрина в чистом виде если вот мы рассматриваем ее не как вот эту поповскую извращенческую доктрину а настоящую христианскую доктрину то она как раз призывает к тому чтобы жить в качестве вольных людей в общении а вовсе не вовсе не в рабстве египетском под под руководством фараона и его стражников вот и я считаю что Михаил Задорнов он нанес огромный вред своей деятельности и поэтому мое отношение к нему резко отрицательное в вопросе еще было такое слово что его закрытые концерты были не юмористического характера а более исследовательского я считаю что вот к таким личностям как Задорнов понятие исследовательские оно может не может быть в принципе применено потому что потому что учитывая его этимологию может быть расценено просто как глумление над самой сутью то есть это не исследователь вот но я надеюсь что я ответил на этот вопрос посмотрим что меня спрашивают еще так вот меня спрашивают как я отношусь к язычникам я очень плохо отношусь к язычникам потому что даже в древности язычество было извращением древнего единобожия то есть все люди которые когда-то пережили потоп ну такие как Ной или Ману или прародители иных племен переживших потоп естественно что сразу после потопа они все исповедовали веру в Бога потому что они только что пережили потоп и они прекрасно знали кто это сделал и зачем это было сделано естественно что там никакого язычества в первые времена быть не могло а было так называемое древнее единобожие с которым даже с тем что это было так согласно даже попы русской православной церкви несмотря на всю их косности мракобесия соответственно потом со временем вот это древнее единобожие общечеловеческое единобожие оно стало там и сям по разным причинам извращаться и постепенно многие племена скатились в язычество ну вот в частности славяне это пример того до чего можно было докатиться в деградации религии еще один пример это современная Индия то есть там современный так называемый индуизм это вот язычество в чистом виде хотя в принципе у его истоков стояла брахманизм то есть вера в бога творца значит как я к этому отношусь если мы берем племя каких-то темных древних людей которые не знают физики которые не знают химии которые не знают геометрии географии астрономии которые не знают что земля круглая они не знают как устроена вселенная хотя бы примерно и вообще у них проблемы с логикой с элементарными вычислениями они могут считать они допустим могут уметь считать только до двух или до трех многие ведь примитивные народы они даже до десяти считать не умеют соответственно ни о какой логике ни о какой философии там речи не идет и если вот таким темным забитым людям с детства объясняют что есть какие-то боги олимпийские или еще какие-нибудь славянские или индийские и они с этим живут с детства то им простительно если они даже в зрелом возрасте продолжают верить вот этих своих языческих богов но едва ли это простительно современному образованному гражданину который закончил ну как минимум 10 классов средней школы а то и больше а то еще институт да куча особенно еще с техническим образованием который прекрасно знает во-первых химию физику астрономию геометрию географию более того он знает историю более того он знает историю религии хотя бы немножко но самое главное даже если он сам в бога не верит даже если он сам не относится к какой-то церкви но все равно он знает что существует библия и в этой библии вот как бы даже он если даже если он ее ни разу в жизни не брал в руки не открывал и не читал и даже не слышал чтобы ему кто-то вслух из нее читал он все равно знает что в этой библии написано что бог сотворил адама по своему образу и подобию что бог сотворил еву из ребра адама что существует загробная жизнь что существует страшный суд что существует рай и ад и что душа бессмертна он может в это не верить это другой вопрос но он это знает в любом случае то есть он знает то чего не знали древние вот эти темные забитые языческие племена и поэтому то что было простительно каким-то темным необразованным неграмотным славянам у которых не было даже своей письменности никак не может быть простительно образованному человеку который образован настолько что даже имеет библию которую может прочитать на своем языке ему даже не надо знать церковно-славянский или латынь чтобы прочитать библию потому что она к его услугам переведена на современный русский язык или какой-то другой потому что она переведена на все языки даже на очень редкие маленькие соответственно в наши дни возможно только два варианта то есть либо либо ты атеист но тогда уже ты атеист то есть ты веришь что масоны которые навязывают свою вот эту масонскую философию которую также они называют марксистско-ленинская или западная но это все одно и то же это масонская философия согласно которой никакого бога нет никакого из-за гробной жизни нет рая и ада нет страшного суда нет души нет а есть вселенная которая безгранична во времени и пространстве которую никто не создавал которая существовала всегда и будет существовать всегда у пространства которой нет никакой кривизны что якобы нет никаких материй более чем трехмерных что все в нашем мире трехмерно материя трехмерно четырех или пятимерной материи не бывает соответственно никаких сверхъестественных существ быть не может потому что все сделано из трехмерной материи но вот в этом вот собственно заключается суть атеизма то есть если но я допускаю что в принципе но учитывая атеистическое образование учитывая что людям с детства вбивала вбивали в голову что они произошли от мартышки вот и что бога нет но я в общем понимаю что они в бога не верят это понятно все но и тогда уже и и стойте на своей вот этой вот атеистической версии либо второй вариант что люди верят в бога при этом вера в бога она совершенно не мешает она же не отрицает законов физики или химии или устройства или астрономии или небесной механики то есть нету никакого противоречия например что человек верит в бога и одновременно с этим например считает что земля круглая понимает как устроена вселенная в этом правда ведь нет никакого противоречия наоборот вере вера в бога она общем то помогает все это понять вот и вот получается что у нас есть вариант а то есть продолжать упорствовать в своем безбожии и атеизме и вариант б это начать верить в бога при этом не отрицаясь время достижений современной науки ну за исключением тех которые уже прямо явным образом отрицают наличие бога и сотворение вселенной а также сотворение живых существ и вот получается что на фоне всего вот этого так называемые язычники вдруг решили поверить в каких-то там славянских истуканов ну и как вот я могу к этому относиться ну вы же понимаете что они как верили что никакого бога нет так и продолжили в это верить но нельзя имея 10 классов образования поверить в каких-то там якобы богов и в каких-то славян языческих славянских истуканов каких-то перунов или как они там назывались велесов и прочих вот такое вот мое мнение о язычестве я к сожалению сейчас вынужден закончить с этим видео потому что мое время истекло и меня приглашают на стрим я хотел бы поблагодарить всех тех кто сделал мне пожертвования за последние несколько дней я получил 3-4 пожертвования на мою карту визу и одно пожертвование на paypal повторюсь что пожертвования приветствуются и с радостью и с благодарностью принимаются надеюсь что скоро я запишу еще одно видео а пока я прощаюсь и желаю вам всего доброго